Москва, 6 июля, РИА новости Гериатры прогнозируют увеличение продолжительности жизни в России к 2030 году до 80,1 года, сейчас она составляет 73,5 года, сообщила в интервью РИА новости главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин на 2018 год составляет 73,5 лет. Прогнозируется, что к 2030 году она возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, а женщинах – 83,7 года, сказала она. Отвечая на вопрос о средней продолжительности жизни в России в 2018 году и прогнозах демографов, как отметила Ткачева, в настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции. Ткачева сообщила, что в только что опубликованном исследовании, проведенном в разных регионах Европы, ученые сравнили когнитивные и физические функции у 18757 человек, которым было 50 лет и более в 2003-2004 года, и у 16696, которым было 50 лет и более в 2013 году, оказалось, что позже рожденные люди имели достоверно лучшие когнитивные функции, чем кровесники 10 лет назад, и когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году. Изменение пенсионного законодательства будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседание российской трехсторонней комиссии РТК по регулированию социально-трудовых отношений. В законопроекте Кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсии выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране, все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. Полный текст интервью читайте в 13.00 на сайте rea.ru